Строгий, но еле слышный марш, дабы не побеспокоить тех, кто пал за Отечество. Красные гвоздики и роза в столице к вечному огню от лица татаростанцев со всех районов. Среди них и полковник в отставке Ахмедзаки Ахмедханов, родом из Муслимского района. Почти 30 лет он отдал ракетно-зенитным войскам. По стопам деда пошел и в ног. Тоже было здесь сегодня. Я говорю, давай, я ее разбудил, со мной вместе. Я полковник, ты лейтенант. Товарищ лейтенант, строй. И он пошел со мной. Сегодня в республике проживает больше двух с половиной тысяч защитников Отечества во время войн и почти полсотни тысяч ветеранов тыла. Большинство из них бойцы Красной Армии. Сегодня они отмечают 100-летний юбилей. Почтили память своих коллег сегодня несколько поколений военнослужащих. Возложил цветы к вечному огню и вице-премьер Василь Шихразеев. Так случилось, что в разные годы нашу страну приходилось защищать. И это делали традиционно мужчины, солдаты, воины, настоящие защитники Отечества. И, конечно же, в особый этот день особые слова благодарности, почета это нашим ветеранам. Цветы у вечного огня сегодня не только в Казани, но и во всех уголках республики. Это символ памяти тех, кто, защищая Отечество, отдал свою жизнь. Под звуки марша к памятникам пришли сегодня и в Челнах. У вечного огня в мемориале «Родина-мать» сотни челнинцев. Плечом к плечу ветераны и молодежь. Мы поздравляем всех мальчиков, парней, отцов, дедушек с большим днем. Для нас это вспоминания о прошлом, в котором мы жили, работали. Вместе мы отдаем дань уважения тем, кто сделал все, чтобы вот под таким ясным голубым небом, при ярком солнце, мы могли бы жить, учиться, работать, трудиться. 23 февраля по праву их праздник. Тех, кто на благо Отечества стоял на его защите до самого конца. Слава Тухмадуллина, Шатаюпов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Набережная Челная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова